начинаем пожалуйста да геннадий все и все и все куртик сотрудник института из туристовой азоните пожалуйста включите звук я недавно столкнулся с точкой зрения касающийся николая второго от престола человек с которым я беседовал очень с напряжением говорил о том что никакого отречения не было а те документы которые якобы имеются это подделка можете ли вы что-то сказать по этому поводу ну я в данном случае специально не занимался этими документами но есть некоторые исследования которые в общем то я не знаю как конкретно какие вы имеете ввиду документы но во всяком случае акт отречения есть основание сомневаться в том что это подлинный документ акт отречения николая не виду да да я сказал спасибо спасибо коллеги у кого вопросы можно мне спасибо большое владимир петрович за интересный рассказ и за те книги более ранее с которыми я знаком но познакомиться с новой надеюсь еще предстоит вопрос такой могли бы вы развести понятие подлога и широко используемого в медиа среде в настоящее время термина фейк разница только в среде бытования этих терминов и широте понятий широте охвата или явления которые обозначаются этими терминами различаются но в первом случае совершенно очевидно что более позднее абсолютно избыточен или не избыточен ну я думаю что 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 нам вообще приличнее употреблять свою терминологию и подлоги или политикация является конечно синонимами терминов фейк и поэтому я предпочитаю именно употребление суд по подлогах документальных источников понятно спасибо я пытаюсь войти и к сожалению вот сейчас пока у меня этого не получается мы вас слышим мы вас слышим и видим хорошо водка я не вас на да слушаю пожалуйста коллеги еще вопрос вопрос в чате есть но я в чате не могу кто пишет я не очень по ним понял папкова наталья пишет напали на звук тогда да у вас получается что до сих пор могут быть ложные документы которые считаются истинными ведь есть древние документы которые являются копии причем единственном экземпляре то же самое слово полку игоря в оригинале потеряна ведь все времена такие тексты не писали но про слово полку игоря ладно я молчу пусть докладчик отвечает а я не знаю что 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 имеете ввиду в вопросе я не совсем понял скорее реплика наверное это больше и не очень точно потому что сгорело все равно это была копия а не подлиннее никто не знает что сгорело никто не знает да пожалуйста коллеги еще какие вопросы можно по мне можно создавать разные вопросы кто борис семёнович да можно слышно меня там нет да да я слышу но не могу войти к вам а как раз что делать надо ну ничего я нормально у меня все включено что можно я вас хорошо вижу вы мне очень нравится в таком виде у меня меня целой серии вопросов я не буду загружать просто с вами понимаете мы с вами давно знакомая ваша работа тоже хорошо помню еще в ее самых истоках поэтому у меня и до сих пор много вопросов стране вообще с того времени сейчас у меня даже не столько вопросов я знаю что будет так можно сказать комментарии или нет не только сейчас это не от меня зависит я тогда буду задал вопрос моих тогда не сокращу значит 1 вот все таки вы не можете добавить или как-то прокомментировать вот вы очень хорошо сделали хорошую классификацию этих самых подлогов но есть еще и подлоги которые как бы непроизвольны не считаете что необходимо дополнить эту вашу классификацию и подлогами непроизвольными когда люди не ставили цели создавать подлоги когда историческая ситуация сложилась так что появляются какие-то источники или во всяком случае как думаете что это источники а потом выясняется что это на самом деле фальшивки что это не настоящий источник я приведу такой очень такой нестоматийный старый пример может быть старый когда какие-то предположим древние каменные орудия считали долгое время что это подделка что это сделано искусственно а потом выяснять что они не подел ну и таких можно потом приводится это один вопрос дальше вот мне показалось что не могли бы хотя бы несколько слов сказать а за рубежом занимались этим вопросом и кто там наиболее ярко написал по этому поводу по поводу подделок в частности европе или в америке ведь это огромная литература насколько я не могу хоть чуть-чуть сказать об этом я правда еще раз извиняюсь дело того что не все я слышал потому что иногда прерывались прерывался ваше выступление поэтому может быть в это время как раз когда я не слышал вы говорили об этих вещах так еще можно или два вопроса да да значит вот мне показалось важный вопрос а замечание скорее мне показалось что вы иногда с вашей очень такой разветвленной сферикации этих самых подделок и так далее иногда очень ну как бы меняется меняете ориентацию когда в одну группу попадает несколько документов мне кажется это нарушение в принципе классификации не стоит вы посмотрите на этот счет еще раз ну например вы того же своего кадра чуть не во все группы вы причисляли и в той группе и в той группе и в той группе ну и так далее и очень надо мне кажется проводить приводить к какому-то единственному ну и последний пожалуй вопрос вот вы говорили о да я здесь запутался что-то я здесь написал и сам уже не могу почитать но ничего этого достаточно а вот еще что вы не упомянули ни разу вот о какой вещь насколько я помню всю эту историю подчеркиваю что я ее самую истоку если ошибаюсь стоял раз когда вы только начали работать над этой темой мне показалось что вы были под сильным влиянием того что делал Зимин по поводу славополку Игоря поскольку все-таки это ваш не только учительный и близкий человек мне казалось что вы тогда как раз хотели так может по-юношески противопоставить тому 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 выводу который пришел Зимин что славополку Игоря это подделка восемнадцатого века если не ошибаюсь а у вас была своя точка зрения на этот счет и вы тогда даже если не ошибаюсь написали работа целая и доказывали что это подделка если подделка то скорее всего 14 если ошибаюсь нет вы кажется туда свалили вопрос нет и здесь вообще вот за эти вот и свои больше вопросов нет а если будет еще возможность я несколько слов скажу по поводу самого доклада уже по существу спасибо значит относительно произвольных и непроизвольных подлогов я исключаю непроизвольные подлоги то есть подлоги которые возникли по недоразумению это скорее недостоверные документальные так сказать источники и самое главное если это сделано непроизвольно бессознательно то это конечно не имеет отношения к подлогам поскольку в подлогах заданность цель на мой взгляд является самым интересным для понимания подлогов именно как исторических источников по истории истории историографической мысли общественной мысли и так далее за рубежом значит за рубежом из той что что известно мне я могу только сказать одно мне неизвестны работы в которых речь шла бы именно о подлогах исторических источников о подлогах документов в частности о подлогах актовых источников то есть о подлогах земельно имущественных документов монастырями там допустим какими-то другими купеческими корпорациями тогда литература большая есть она скажем у каштанова довольно много а вот подлоги подлоги документальных исторических источников специальных работ я к сожалению не знаю но учитывая мои знания языковые я могу здесь и ошибаться значит относительно классификации это нормальная вещь потому что я классифицирую феномен подлога по разным основаниям по основаниям техники изготовления и тут я говорю о том что вот сулокадзев использовал такую технику по мотивам возникновения это разные группы классификации поэтому ничего страшного нет в том что одно и то же изделие но под разным ракурсом признаков этого изделия попадает в разные системы классификации я не вижу теперь пожалуй самый интересный вопрос зимина слова значит вот ответ на этот вопрос содержится в моей большой статье сравнительно недавно выше лет десять наверное назад есть такой и такое издание оно было основано академиком бонгардом левиным называется вестник истории литературы и культуры по моему роскошнейшее издание известен спонсор этого издания вот в одном один из номеров был целиком посвящен слова полку игоря там была статья статья залезняка о слове полку игоря и большая моя статья где я разбираю концепцию землина в части касающейся его исследования истории открытия подготовки к изданию и утраты слова полку игоря и там в частности я говорю очень важную таскать вещь которая возникла только после вот исследования истории по делу дело в том что среди источников имеющих отношение к рассмотрению подлинности или подлинности слова вы слышите меня да слышно слышно имеется очень любопытный памятник так называемый псковский апостол 1307 года он точно датирован 137 годом на последней странице псковского этого псковского апостола есть но как бы сказать реминисция и слова о полку игоря при сих князях сеявшиеся и растяжейся усобицы приблизительно то значит возник вопрос как относиться к этому вот тексту сторонники подлинности говорят если раз этот текст находится в источнике датирован 1037 годом значит можно говорить о том что уже в 1037 году какой-то список слова полку игоря был известен писцу диамиду который писал как раз вот этот псковский апостол земинская точка зрения была другая он говорит о том что мучин пушкин работая синодальной библиотеки где хранился этот псковский апостол а мучин пушкин действительно там работал увидел эту этот тех спас на последней странице он ему показался очень красочным и он готовя к изданию рукопись слова полку игоря сделал вставку из этого псковского апостола значит таким образом значит это не подтверждает как бы подлинность слова на полку игоря на мой взгляд ситуация другая на мой взгляд это реминисценция на последней странице псковского апостола есть подлог который был внесен сделан уже после первого издания слова полку игоря и приблизительно сделан где-то в 1815 1817 годах и в этом смысле я вот в этой статье как раз и призывал научное сообщество провести анализ этого этой приписки и этот анализ с точки зрения ну чернила анализ чернил потому что и почерк и анализ полиографический имеющийся в литературе и анализ лингвистический этой приписки очень и очень неопределенный вас своих выводов мне показалось что это подлог и я даже так сказать предполагаю кто этот подлог мог сделать но для этого нужно применение естественно научных методов для этого нужно чтобы разрешили на все мои призывы сделать это увы на гимн где хранятся теперь этот псковский апостол на такой анализ не идет может быть наши с вами рассуждения помогут этому спасибо пожалуйста спасибо большое полина там есть в чате да да есть чате вопрос от константина александровича тамилина вот я его озвучу спасибо за интересный доклад вы изучали 15 том иосифа виссарионовича сталина там наряду с подлинными документами включены тексты из романа писателя жухрая том числе якобы беседа сталина с авиаконструктором яковлевым в марте 1941 года жухрая отец известного архивиста мироненко жухрая что это отец известный архивиста мироненко а мы знали мы знали я хорошо знал и известного архивиста и его отца он объявлял себя сыном сталина так что тут как говорится все ясно но специально я этой этим сюжетом не заниматься спасибо так вот татьяна ивановна все нормально сейчас так коллеги если еще вопросы у меня есть вопрос если можно что делать историографом ведь известно что существуют работы которые написаны на основе этих подлогов дело в том что для меня когда-то было откровением когда я нашла диссертация направо не в россии была защищена она была защищена в украине вот и там основным источником это диссертации не поверите бы ловились слова книга вот это была диссертация защищена 2009 наверное году но ладно это как бы не такой ценный источник но например с теми же самыми работами данилевского в котором тоже наверное не самые проверенные источники а я имею ввиду историко техники но при этом эти работы цены для историографии как нам оценивать такие работы а к оценивать точно так же как оценивать фальсификации документальные документальные фальсификации это след эпохи это эпохи времени создания и эпохи времени бытование этой фальсификации это явление которое требует изучения историографической и общественной соответственно и работы данилевского и работы любых других исследователей если они основаны на недостоверных и сфальсифицированных источниках это тоже след времени это тоже явление времени ему нужно давать оценку конечно негативно если мы сможем доказать что использованные источники привлекают привлекаются в качестве подлинных и достоверных филосе большое да я не можно вопрос задать да 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 и дарвину владимир петрович вы сегодня очень много говорили и о сулакадзе и о бардине и отчасти их подделки были вызваны коммерческими соображениями особенно у бардина сегодня мы тоже знаем что именно эта причина становится появлением целого ряда фальсификации ну например не так давно была разоблачена подделка первого издания ковзаря шевченко также ведутся споры об одном из имеющие вот место бытования среди букинистов письмо к другу жительствующему в тобольске родящего вот такие вещи которые сегодня появляются на антикварном рынке они тоже являются документальными фальсификатами как их оценивать вот сегодня нам историком как ним относиться я сказал бы так желающие быть обманутыми пусть будут обманутыми пусть покупают эти подлоги пусть хранят пусть пишут о них что-то исследователи это как волк который караулит свою добычу и в данном случае если подобного рода подлоги которые сначала бытовали на антикварных книг книжном рынке а потом воли покупателя стали достоянием общественности их нужно разоблачать конечно немедленно и говорить что это подлога и попытаться выяснить причины на вот такого рода подлогов это нормально спасибо 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 ольга юрьевна елена сотрудник института истории сознания техники спасибо спасибо владимир троевич очень содержательный интересный доклад и в общем есть о чем подумать я хотела поинтересоваться вот относительно ваших крестьянских историй убрать в историю вот при таком объемном труде как я понимаю огромном количестве источников и исторических документов вот в этой работе что-то на тему сегодняшней вашей презентации вы обнаруживаете в работе по крестьянству работе по истории деревни я бы обнаружил вот то что пока приходит в голову значит есть сюжет о том как одна деревня тульской области в течение 10 дней находилась под фашистской оккупацией 10 ноября по 10 декабря вот об этом событии и о том что происходило в это время в деревне я собирал воспоминания записывал эти воспоминания и вот оказалось в том числе от своих родственников близких двоюродных братьев вот оказалось что два двоюродных брата правда из разных разных их отцы были разными вот они по-разному скажем один очень важный эпизод передали прям противоположный прям противоположный один говорил что вот мой отец значит он был председателем колхоза он действительно был председателем колхоза немцы хотели его расстрелять повели его в сарай чтобы расстрелять там а он им дал меда они как бы расслабились и отпустили на его да тогда он сохранил таким образом свою жизнь а через два дня спас и жизнь двух наших солдат которые попали которые едва не попали в плен бежали один один был убит а другой значит все таки скрылся и другой брат эти же как бы события описывает совсем по другому он описывает говорит о том что эти два солдатика немцы поймали расстреляли что его дядя значит скрывался в сарае и благодаря этому немцы не узнали где находится председатель вот вам это не то чтобы фальсификация два воспоминания очевидца ну правда дети они были в тот момент в одни и те же факты разных с разных позиций как разрешить эту коллизию есть официальный документ это акт об ущербе нанесенном вот этой деревне во время вот этого 10 дневного пребывания немцев значит там про председателя ничего не сказано но там зато сказано что оба солдата были расстреляны вот кому верить официальному акту или же вот и одному из этих таскать двоюродных братьев вот вам чисто источниковедческая такая коллизия которую ну лично я решил так беспристрастно рассказать и эту и другую и третью версию и сказать что вот я лично придерживаюсь вот такой версии потому-то 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 вот тот пример который я вам пример привел он конечно не имеет это не подлог это недостоверные документальные источники их конечно от советской истории вообще-то истории огромное так сказать количество недостоверных источников и это немножечко другой аспект очень важного вопроса связанного с технологиями с методикой методами изучения документальных исторических источников я закончил спасибо полина там реплика в чате курапова нет исследователи это не волки это елена рудольфовна да 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 что-то я голос ее не узнаю а нет это я сейчас мы предоставим слово Владимир Петрович это я приветствую вас спасибо да давно не видел и не слышал очень интересно но все-таки мне я хочу вступиться в какой степени за исследователей все исследователи в читальном зале у нас много исследователей но все-таки они не волки нет волки это что-то очень страшное они все-таки в основе свои милые интеллигентные люди хотя настырные и вредные и прочее но все-таки не волки а за доклад спасибо большое нет я волк имел ввиду волк который стоит на страже истины не врет а именно стоит на страже истины вот если учесть что на страже истины стоит стоят архивисты то тогда мы и волки нет Владимир Петрович давайте волка подкажем все все спасибо в хорошем смысле было сказано как геральдическая эмблема наверное конечно конечно я это имел ввиду так коллеги есть ли еще вопросы или высказывания нет я Семенович да да я тут тут пришло в голову я вспомнил ведь Марк Блок тоже говорил историк должен быть там где пахнет человечиной не самый лучший образ правда пахнет человечиной что это значит можно обострять по моему конечно да так есть еще вопрос Владимир Петрович а чем вас оставили в покое вот в связи с с фороцким дневником Черняева Анатолий Черняев а с дневником Черняева жалко я не рассказал вообще это дело я понял что дело опасное заниматься подлогами мне кажется что я доказал что фороцкие записи дневника Черняева являются вымыслом что на самом деле записи были какие то совсем и значит Черняев написал независимую газету письмо с протестом вот и в конце письма сказал вот я скажу охранникам Горбачева они офицеры и встретят Козлова в его подъезде и поговорят с ним по-мужски вот это буквально в письме Черняева очень уважаемый мной человек умница вообще потрясающий циничный правда был но умный вот это было прямой записано и даже редакция независимой газеты написал ребята что же вы делаете Анатолий Сергеевич что же вы делаете речь-то идет все-таки о научных каких-то соображениях разве можно призывать офицеров для того чтобы решать проблему так сказать подлинности или достоверности я с огромным трудом удовольствием ждал нетерпением вернее ждал публикации этого дневника Черняева и она была сделана в издательстве Росфен разумеется я написал большую очень большую рецензию так вот там эпизод так и непонятно изложен так и совершенно я прочитав я так и не и опять же возникает вопрос подлинные это записи или нет потому что Анатолий Черняев оригинал своего дневника то есть тетради подлинные он их не оставил в фонде Горбачева он их передал в Гуверовский институт и публикация которая осуществлена была осуществлена по по компьютерному тексту так что здесь все тоже сохраняется вот это вот определенной степени недоговоренность что ли но и я буду помнить конечно на всю жизнь вот эту напряженность когда вдруг очень уважаемый абсолютно мной человек вот вдруг такую вещь написал подожди вот придут придет охрана Горбачева поговорить с тобой по-мужски по-офицерски да так было спасибо так коллеги что что хотел бы сказать еще задать вопрос если желающий так Борис Семенович вроде вы хотели что-то говорили что будете еще кроме вопросов задавать да если разрешите это просто у нас свобода я поскольку чувствую себя гостем поэтому не хотел бы может кто-то будет более разъемно поговорить я просто не скажу что можно это ну я хочу только еще раз внимание на то что я наверное один из самых спецстарых кто помнит вообще как начиналась эта работа поскольку когда Владимир Петрович ты еще совсем молодой да я был очень очень старый когда выступил к этой работе и я помню что мы как-то все сдали поскольку он тогда делился довольно широко в том числе со мной и эту работу и ее задумки у меня она тогда уже очень понравилась и по своей так сказать мыслях и я теперь вижу что это действительно очень серьезное мощное направление которое нашей стране просто не хватало и не хватает до сих пор я имею ввиду что Владимир Петрович получает немножко ободинок если я я не служил специально за эту литературу это я могу ошибаться мне кажется ничего такого серьезного кроме его работы наверное ничего за эти годы не выходило в советское время вообще таких работ не было бы не могло практически быть поскольку извините можно сказать резко но вся история наша была фальсифицирована по тем скорее по идеологическим проблемам но правда с другой стороны в плане нам все таки было как раз больше бесполезности чем происходит сейчас поскольку тогда все таки была школа достаточно мощная германетика или я считаю то есть одно и то же потому что тогда была мощная школа фальшифика замечательный был специальный институт и тогда в общем-то большей частью фальшифика занималась именно фальшифика они не говорили использовали очень мало и не очень добросовестные истории поэтому я еще раз считаю работа это замечательная работа заслуживает одобрения со всех позиций и считаю что надо публиковать просто пересдавать и дополнять потому что видно что есть очень много проблем которые затрагивают хотя бы обозначать это конечно устный доклад это конечно не сама работа я первый буквально читал первое издание второе издание не читал поэтому мое мнение не очень полное я хочу обратить внимание что настоящие уже годы так называемые перестроечные или просто постперестроечные просто пошел вал фальшификации особенно совершенно эпох она с одной стороны замечательна потому что сразу появляется больше свободы слова можно говорить во многом можно говорить во всем практически ну по крайней мере в плане научном и обсуждать очень многие вопросы пока не так было до недавнего времени вот и это говорит о том что в общем мы хорошо прогрессируем а с другой стороны все больше и больше благодаря вот этим распахнут оборотам псевдонавоку и вообще того будет сесть куда-то историческое значит он в ровном потоке больших больших в этом плане работа Владимир Петрович закрывает целую нишу целую проблему где можно в общем-то помогать нашей дисциплине но вот что хотелось бы отметить дело в том что классификация она хороша для учебной работы она хороша когда читаешь лекции она наверное может быть неплохо когда пишешь книгу и она тоже имеет не кандидатическое основание но если это все-таки книга чисто монографического плана или это книга которая популяризирует эту проблему я бы считать в какой-то ситуации отошел бы но если говорить о ней только в общем плане в каком-то так далее я бы все-таки больше бы упор сделал на то как возникает вообще не только потребность в этой спецификации но как они используются потому что оскоренно говоря они используются все больше политических целей или псевдополитических целей и это все более с моей точки зрения опасно становится вообще в целом для общества вот эта сторона не очень сильно затронута в докладе мне кажется и последний я не читал наверное все-таки книги на ней тоже не очень об этом предлагается я хочу просто сказать таких примеров я занимаюсь в 20 веке занимаюсь эпохой стадионизма и здесь просто постоянно сталкиваюсь с такими ситуациями издается дневник Питера в 70-70-х годах обнаружено что Дитлер написал всю жизнь свои дневники вот этот дневник купила если не ошибаюсь известная газета Таймс заплатила бешеные совершенно деньги стал опубликовать эти фрагменты из этого дневника они были страшные бесплатные интересные а потом сразу выяснили ну там целый я не буду сейчас остановиться есть целый ряд промежуточных всяких этапов выяснилось что это было чистой фальшивке написанной одним из был причастный такие события но это было чистое и никогда не писали веков его литературное творчество и так далее второй момент это история которая произошла совсем недавно по историческому второе момент вот говорили тоже остальные это дело в том что совершенно текст я когда был еще молодым уже тогда я слышал эти цитаты с дневникой цитаты якобы сказано Черчилль если вы помните что Черчилль я думаю почти все слышали что Черчилль и так и не так якобы заявил за то что вот Сталин застал Россию плохой а значит он оставил ее с атомной бомбой и это было приписано Черчиллю это цитируется даже с высоких предбунтов цитируется и сейчас цитируется но это вообще-то фальшивка это было ясно уже чуть не тогда когда они стали первые цитируются недавно вышло очень хорошее исследование и там было доказано даже откуда что и как это все произвело и так далее дело в том что это якобы уставлен Черчилль в 59-ом году на заседании парламента в последующем смерти в 80-е годы вообще не смотрел Сталину и так далее так вот Черчилль во-первых в это время уже был не дееспособен он был проведен ему было очень много лет и он уже не был министром вообще никем парламент в это время никогда уже не работал на каникулах на течение месяцев ну и так далее и так далее самое главное что это совершенно нет таких больших текстов нет такого доклада и так далее и вот неправильно как он тоже сложил кто его создал и как он светили вот этот текст и он теперь стал фактором вообще большей политики как жизнь то есть это вообще но я могу сейчас это продолжать очень долго если не стало бесконечно хочу еще сказать прозвучал момент такой связи с 15-м тонном собрали сочинение Сталина я не помню кто задал просто здесь плохо слышно было постоянно вот это вопрос то есть о том что там вот начало опубликован документ доказательства Сталина хочу сказать что это вообще такой том не существует его нет и в природе из Сталина вышло 13 томов собрание сочинения Сталина завершается 13 томом причем 13 том это последний который Сталин посмотрел он ни одного тома не позволял искать если он сам лично его не просмотрел а все что потом это люди которые сами под таком же чтобы таким же так сказать углом зрения такой же обложки такого же цвета чуть ли не шрифта тем самым начинают выпускать на бесконечности всякие тексты подчеркнутые из газет журналов и еще из всяких фальшивых я не хочу это тема такая увлекательная что можно очень много говорить я сам привожу всякие примеры я хочу еще раз запомнить что доклад Владимир Петрович величательно интереснейший я его слушаю с большим интересом думаю что не один я был такой вот ну я вам желаю успехов в дальнейшем и хочу чтобы Владимир Петрович подарил мне лично книгу пользуясь случаем второе или третье издание спасибо спасибо Варис Семенович но вы можете выступить у нас на семинаре да если будет ну зовите как говорится вот что-то всех зовет всех приглашаем а меня не очень приглашаем всех просим да предлагать свои темы вот когда просим когда просим да на следующий год так что пожалуйста да коллеги кто еще что-то Владимир Петрович ну вы потом наверное да сейчас как скажете да хотите сразу подойдите есть желание ну мне мне как бы поблагодарить и кланяться это это замечательно понятно так нет 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 я знаете просто хочу добавить кое-что вы знаете спасибо за добрые отзывы конечно продолжать эту тему это значит продолжать до бесконечности когда у меня вышел первый первый том то значит у меня российская газета взяла огромное интервью на целую полосу было интервью где я рассказывал о выводах там и так далее и самое интересное заголовок этой этого подборки был заключался подлоги разоблачены когда мы будем ждать новых это было в 90 там восьмом по-моему седьмом году и вот с тех пор тут нельзя не согласиться с Борисом Семеновичем огромное число подлогов это труд с одной стороны неблагодарный конечно да а с другой стороны конечно очень интересный я не знаю буду ли я его продолжать пока во всяком случае мой интерес немножечко в другой стране но то что он дает очень многое для для вот для выработки техники исследовательской источниковедческой это абсолютно так сказать факт и после этого я для себя сформулировал один из главных принципов документального источниковедения принцип скептицизма сомневаться во всем сомнение как исходная точка исторического познания анализа любого документального источника вот мне задавали вопрос и я растерялся вопрос относительно подлогов связанных с работой над историей русской деревни да такой подлог есть я не решился в свое время о нем писать потому что речь шла о так называемом завещании бухарина вернее это не завещание это как бы обращение бухарина к будущим руководителям коммунистической партии вот для меня эта вещь как подлог совершенно очевидная но она была конечно вызвана такой благородной целью связана с тем чтобы с тем чтобы ну как-то ускорить реабилитацию бухарина и случайно появилась в 1956 году а для меня эта фигура очень важна потому что бухарин был одним из тех кто долгое время отстаивал идеи многоукладности русской советской деревни правда потом он написал что с крестьянством советским можно разговаривать только языком одним языком пуль но это уже так сказать бухарин более позднего времени хотя еще и не сломлены спасибо спасибо владимир петрович бухарин для нас тоже фигура чрезвычайно важной поскольку он создатель и первый директор того института который существовал с 32 по 38 год и в следующем году мы будем отмечать 90-летие этого события так коллеги еще кто хотел бы высказать можно я или даже ремарка по поводу того насколько важно это для обучения методом и приемом работы историка профессионального насколько я помню вот во время моего обучения в историко-археонном институте нам никто не читал подобного курса и даже не помню чтобы кто-нибудь когда-нибудь во время своих лекций затрагивал вопрос подделки как бы так или иначе когда я начала заниматься читали критику исторических источников это и есть подделка извините слово подделка там не звучало нет 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 значит извините извините значит есть программа преподавания в историко-археонном институте утвержденной Минобразовании в 1949 году там написано подготовка исследований посвященных фальсификации исторических документов в по истории России вот это было специальный пункт в 1949 году записано и после этого после этого появилась и статья огромная статья Спиранского и Даниловой о подделках Петра Первого да и в какой-то степени и позже подделки Николая Ивановича о подделках завещаний Петра Николая Ивановича Павленко да но вот к концу восьмидесятых годов это пропало начистость я хотела спросить а сейчас то есть потому что настолько нужен курс вообще лекции и специальный может быть курс по этой теме не знаете нет таких планов у меня у меня был курс который я читал года два на него практически никто не ходил это удивительная вещь но контингент меняется когда-то в начале 90-х годов у меня был курс проблемы доступа и рассекречивания документов российских архивов сотни людей приходило сегодня на такой курс никто не запишется к сожалению опасный это теперь стал курс да спасибо это не значит что он не нужен нет конечно конечно можно реплику в связи с этим Владимир Петрович мне кажется что действительно такой курс очень важный для сегодняшних студентов и я вот своих студентов сегодня пригласила на ваш доклад они слушают нас и я надеюсь что будут читать и ваши книги ваши работы посвященные фальсификациям потому что действительно это сегодня очень важная актуальная тема спасибо спасибо так коллеги еще желающие устали хватит да Валентина Павловна что-то хотите я по вашей лодке скажу нет нет я просто хочу поблагодарить за очень интересный курс и да мои тоже аспиранты сегодня здесь присутствуют я очень рада этому обстоятельству да это очень очень важно в наших программах но к сожалению вот видите как выстраиваются эти программы связанные с записью конкуренция и так далее вот этот момент некоего нашего демократизма он имеет и обратную сторону к сожалению да это очень нужный курс спасибо большое Василий Петрович за очень интересный доклад спасибо так есть ли еще желающие что-то сказать коллеги я не вижу руки так ну пока зреют может быть еще и какие-то вопросы или высказывания коллеги но я хотел бы поблагодарить Владимира Петровича сердечно благодарить за то что он нам вызвался выступить в нашей аудитории на мой взгляд чрезвычайно интересный доклад здесь вот по поводу насколько уместность систематизации было сказано я не знаю у меня в руках вот я знаю что несколько было подступов к этой книге вот это последняя книга Владимир Петрович что вы мне когда-то дарили толстая да 15-й год да последняя последняя книга но здесь как раз вот ваша систематизация я в данном случае не защищаю просто как я понимаю она является выводной содержание сначала идет детальный очень подробный анализ конкретных фальсифицированных документов а потом уже исходя из этого делается как бы вот выводная часть по систематизации по классификации абсолютно правильно правильно да вы знаете что бы я хотел обратить внимание на зловредность мифов потому что подлоги создают огромное количество мифов которые вредны вот Владимир Петрович один из мифов неоднократно к этому возвращался по поводу крикотного да поднятия крикотной воздушные шары и так далее но тогда же сороковые годы в связи с известными событиями борьбы так называемой борьбой за приоритеты было активизирован и я как раз уже свидетель видел как тяжело шло разоблачение другого мифа и до сих пор это сплошь и рядом повторяющиеся это велосипед Артамонов знаете да нижнетайгильский ремесленник который вроде бы приехал на своем велосипеде разработанным задолго задолго до того как он появился в Европе велосипед приехал на коронацию в Москву зимой по-моему это дело было Александр 1 если не ошибаюсь деревянный велосипед а деревянный велосипед металлический не так давно уже в последние годы был проведен уже металлографический анализ который показал что то что экспонировалось в качестве этого велосипеда это это отливка не раньше 70-х годов 19-го века но это уже после того как появлялась по моему в 83-м году я видел как огромное было сопротивление среди профессиональных историков науки и техники публикации статьи Майстрова и Велинова это 83-й год в которой они прошли весь путь создания этого мифа про Артамонова и как чрезвычайно сложно было тогда пробить главному редактору по-моему тогда еще был никуда Семен Романович Микулинский добиться этой публикации потому что видимо это какие-то ну такие тонкие струны да ну и совсем недавно несколько лет тому назад сейчас не знаю остался не остался ВДНХ идешь по ВДНХ идешь по главной аллее там прекрасно ну наверное сейчас изменилось не знаю давно не было там прекрасные щиты отличные для детей там можно вставить своего личика сфотографироваться там про Менделеева там про кого-то еще и вдруг один щит я даже когда-то сфотографировал но я сейчас не забыл поискать я это сфотографировал щит что в 1801 году был изобретен первый в мире велосипед и так далее вот все это живуче все это вполне устойчиво вот поэтому здесь то что Владимир Петрович у нас выступил это вполне с нами корреспондируется я имею в виду с историко-научной историко-технической аудитории ну и конечно я можно долго было бы говорить мне было чрезвычайно интересно слушать потому что одно дело читать книги другое дело слушать автора книг темы бесконечно сложные важные еще раз говорю наверное очень опасные помните какое-то время назад перестроечные годы была книжка выпущена по моему она так и называлась кому-то опасен историк да это Афанасьев а нет это Кобрин совершенно верно да и опять как я понимаю как я чувствую наверное как все наверное мы это чувствуем что это лозунг опять вполне актуален потому что бои или борьба за историю или война с историей или с историками она она сейчас опять я не знаю как во всем мире но в нашем как бы медиапространстве просто что-то возрастает как как никогда я не помню я не помню прошлые времена чтобы так серьезно относились к истории да Валерий Петрович не надо бороться надо просто принимать законы и все и все разговоры запретить нарушить законы историю закрыть законами надо учить если бы занимаясь двадцатым веком то я посмотрел бы на ваши законы а уже есть во Франции есть у нас есть так что в Германии есть в Израиле есть законы так что пошли по этому пути а законы они что но сейчас далеко идем во Франции запрещено раскрывать все сведения о так сказать государстве Виши у нас как вы знаете есть ограничение на трактовку некоторых событий связанных с советской историей в том числе истории Великой Отечественной войны закон так что это уже путь открытый и холокост холокоста и не случайно некоторые нора не случайно воюют против этого вы же помните он сюда приезжал к нам лет десять назад искал поддержки так коллеги что будем делать еще и желающих сказать нет но если мне тогда давайте завершать юрий михалович вы слушали так звук только не слышно извините что я вас провоцирую на реплику да но но недавно спасибо я даже понимаю почему вы меня провоцируете ну конечно во первых я просто заинтересовался и самой темой семинара ну а прослушав его я вот сейчас сижу ошарашенный совершенно почему только что я пропустил через ученый совет нашего института рукопись своей книги по 90 90 91 году точнее не по всему 90 91 году только по так называемому новоогаревскому процессу только по подготовке нового союзного договора и я вот сейчас сижу и думаю а ведь пройдет время и кто-то напишет что это фальсификация почему у меня там есть так называемые дневниковые записи я говорил как эти дневниковые записи создавались вот я так получилось что мне было поручено сидеть в зале где руководители союзных и автономных республик в главе с горбачевым и рядом высших государственных лиц советского союза например лукьянов там был и они обсуждали ну последовательно раз за разом проекты нового союзного договора а мне надо было обрабатывать их вносить систематизировать и выносить корректировать каждый проект к следующему обсуждению я это делал не один был еще один коллега мой который уже летом уже давно написал книжку на эту тему ну вот у него в книге цитировались только бумажные документы которые были у меня бумажные документы тоже были их очень много и я их сдал в гарф и в общем то я не вижу здесь никакой проблемы их можно посмотреть там есть и живые подписи людей и не в них дело но нигде я не встречала и не видел записи вот по всем заседаниям новогорёвских обсуждений у меня они есть но они получились не как дневник они сначала я делал просто скоропись просто для того чтобы я сам мог разобрать что там написано кто и что сказал на следующий день это довольно большая запись потому что там по пять шесть по десять часов сидели и обсуждали получается такая достаточно большая кипа записи на следующий день я брал эту кипу и начинал её разбирать я её начинал переписывать какие-то куски даже отдавал машинисткам в перепечатку там просто был огромный материал и это был рабочий материал с помощью которого уже носили изменения в сам проект договора потом из вот этих восстановленных записей я через какое-то время когда уже не было вот этой беготни спешки что нужно срочно срочно к завтрашнему дню что-то сделать уже когда союз распался и и стало ясно что это всё исторические документы я не увернулся и ещё потому что я помню я там стал добавлять ну какие-то детали просто которые я помню каждому слову конечно появились дневниковые записи я сделал корректировку не корректировку примечания вот дневниковые записи это вот то 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 и то то но поймите вот когда я это делал в институте или в институтах которых я учился к сожалению не читали такого курса хотя вот в программе историкоархивного оказывается он 49 есть если бы я молодой совершенно человек который в то время даже не воспринимал эти бумажки как документы если бы я их воспринимал но наверное по другому бы относился и может быть ещё и когда спасал я эти архивы тоже была там целая история я может быть на них бы обратил больше внимания как на первые источники в первую очередь их выносил но я же тогда этого не понимал а потом постепенно я вот вижу что это всё становится историей становится историческими документами и вот на этом основании я написал книжку как теперь будут через какое-то время обсуждать её и скажут что это тоже подлог этого не было ну потом я уже стал умнее не то чтобы там умнее но как-то всё-таки что-то я сохранял я уже отношусь это не к 90 91-му году а к последующему потому что когда я работал у Ельцина 93-й в частности год и другие и когда мне тоже приходилось сидеть и что-то записывать ну тоже была целая история во-первых я не был уверен в безопасности этих дневников здесь и я не поверите прятал их на тишане на одном из озер куда добраться достаточно трудно вот такая детективная история я там их прятал и я вот до сих пор их вызволяю потому что если раньше то я каждый в отпуск каждый год ездил там в горы на озеро на озеро теперь туда не доберёшься я вот с помощью одного из своих друзей моего ровесника тоже вызволяю оттуда эти блокноты я вызволил их достаточно много вот но часть блокнотов ещё осталась там потому что сейчас уже не только ну мне туда трудно поехать ну и вот этот вот мой товарищ он сменил гражданство у него российское гражданство и по этому поводу ему туда тоже дороги нет и он просит своих племянников ну в общем это всё дело непростое но тем не менее дневники мои работы мои работы мои работы они есть и я вот их вот вот прошлый ковидный год разбирая нашёл там сложил в одно место они сделаны ну не как просто вот дневник садишься и всё записываешь я сижу где-то и в маленький блокноте маленький ну иногда вот вот такого формата вот тут со мной трудно соотнести ну и с телефоном давайте соотнесём половину телефона блокнотики они у меня по всему карману были я записывал но иногда я записывал понимая что нельзя вот это вот записывать я записывал какими-то сокращениями понятными мне иносказаниями людей я обозначал буквами я когда сейчас их читал и они все буквы даже восстановили кто участвовал в этой беседе ну по крайней мере вот такие блокноты и дневники они сохранились и в общем конечно я их тоже передам в гарф когда дойдет дело до там 93 и 94 годов но я еще те книги то и не писал они еще впереди вот а вот это уже написано и я после доклада Владимира Петровича сижу ошарашенный такой думаю как будут разоблачать мои подделки ну я чего-то немножко разговорился просто потому что это действительно меня как-то проблема взволновала спасибо вам большое Владимир Петрович за доклад очень интересный вы мне и книги свои дарили интересно читаю сегодня доклад просто ну просто супер спасибо Юрий Михайлович можно я прокомментирую можно я прокомментирую Юрий Михайлович ну во-первых ваш покаянный рассказ он должен остаться в аналах истории в записях обязательно я надеюсь это первое второе вы не первый вы не последний дело в том что есть прекрасные так называемые записи Малина это записи которые он как и вы вел на заседаниях Правда Политбюро секретариата ЦК КПСС во время Хрущева вот эти записи судя по тому что вы рассказали они очень похожи там масса сокращений и так далее они изданы академикам Фурсенко Виталию Юрьевичем Афьяни не знаю здесь он или нет это уникальнейший источник и считается захватывающим интересом и это первое издание которое выдержало два издания первое издание документов по истории вот новейшего можно сказать времени поэтому а что касается достоверность того что или фальсификации того что вы предлагаете то оно же ведь будет выяснено есть признаки какие-то которые позволяют датировать и блокнотики ваши и ваше время записей ваших по чернилам там и так далее и наконец по содержательным каким-то вещам я не думаю что так сказать вот будет просто огульное какое-то сомнение нет наоборот да и изначально я говорил принцип скептицизма это первый принцип которым историк должен подходить к любому источнику но это не значит что он отрицает так сказать подлинность и достоверность любого так сказать источника не будет этого я уверен и с вашими записями у меня как у архивиста только одна просьба сохранить их и конечно же сдать в Государственный архив Российской Федерации а мы разберемся или наши Владимир Петрович и так я и делаю там сейчас Государственный архив в прошлом году в двадцатом году создал мой персональный фонд и я уже довольно много туда сдал документов там и более ранних годов сейчас идет процесс 90-91 ну вот так что пишите смело и никто не посмеет вот просто так огульно что-то сказать для того чтобы критиковать нужно все-таки какие-то аргументы это так сказать достигается да действительно путем тщательного источниковедческого исследования и никто не сомневается в том что записи Малина это фальсификация или недостоверность есть какие-то вещи где он субъективно что-то представляет и этот они легко так сказать просматриваются но вы почитайте эти записи это уникальнейшая совершенно вещь абсолютно то же самое что вот вы делали судя по всему записи самых сокровенных обсуждений самых сокровенных вопросов времени правления Хрущева спасибо да ну я думаю что Юрий Михайлович немножко конечно иронизировал он прекрасно понимает что дневниковые записи или просто личные документы они и проблема фальсификации это всегда вещи совершенно далекие он меня испугал я испугался вдруг возьмет это ирония Владимир Петрович я просто почему я Юрий Михайлович и дернул потому что он мне доверил быть одним из рецензентов я читал эту рукопись это будет на мой взгляд исторический бестселлер и скоро видимо мы его все увидим это такой удивительный сплав художественной литературы и строжайшей документалистики это потрясающая будет работа да коллеги ну Юрий Михайлович вам тоже я думаю пора у нас на семинаре вот поведать о работе с источниками да и создание источника и спасение источников ну и можно я добавлю то что сейчас Юрий Михайлович говорил это речь шла о спасении архива Шехназарова прежде всего да да коллеги что дальше есть ли кто еще желающий у нас я думаю у каждого есть конечно в запасе огромный опыт материал на данную тему но мы уже третий час заседаем есть ли еще желающие я не вижу рук пожалуйста если есть желающие нет да ну Владимир Петрович спасибо вам огромное действительно я не знаю я думаю что все мы чрезвычайно довольны и благодарны вам за этот сегодняшний доклад видите у нас сегодня и аудитория как никогда значительно я обращаю внимание что Владимир Петрович давно вот под таким именем как Петрович давно участвует в нашем семинарии я и за это тоже чрезвычайно благодарю Владимиру Петровичу значит коллеги мы в декабре я надеюсь тоже будем встречаться у нас пока дата еще не определена точно скорее всего это либо 16 либо 23 декабря и планируется выступление очень интересного историка философии но он работает очень близко к историографии истории науки это Сергей доктор философских наук Сергей Николаевич Корсаков и тема предварительно которую он заявляет у нас на семинаре Деборинская школа философии науки и техники он много занимался и занимается Деборином и его учениками которые практически все были уничтожены а Деборин опять же это для нас человек чрезвычайно важный потому что в 30-е годы вот период существования института истории науки и техники скорее всего документов очень мало здесь ситуация очень не прояснена скорее всего не Бухарин фактически руководил институтом а в значительной степени Абрама Морисеевич Деборин будучи заместителем директора у Бухарина заместителем директора института поэтому я всех приглашаю будет естественно дополнительное объявление когда точно будет эта дата назначена и пожалуйста приходите к нам на семинар это на мой взгляд будет тоже очень интересный и кстати Сергей Николаевич я не знаю кто еще из историков философии так работает с архивными материалами так работает с источниками я недавно он мне дал ссылку посмотрел его лекцию для коллег философов где он делает фантастический доклад это даже не доклад а это семинар где что в каких архивах хранится как работать с архивами этот семинар был устроен для как раз для философов где он обучал просто элементарным ну очень важным элементом ремесла историка историка архивиста так что я надеюсь мы все с вами увидимся вот в декабре еще а на следующий год давайте пожалуйста заявки уже есть какой-то у нас пакет программы на следующий год я с коллегами разговаривал спрашивал надо ли нам продолжать семинар ну в основном да вроде бы мне говорят давайте попробуем семинар именно зум он позволяет нам встречаться так как вряд ли мы смогли бы вот устроить такую встречу такой семинар не в онлайн татьяна витальевна богатого всем если запись этого семинара а курсах да я вам пришлю да конечно да напомните мне пожалуйста да ссылка есть да есть запись есть в интернете она есть да спасибо ну что коллеги есть еще кто-то что-то хотел бы сказать все благодарим Владимира Петровича хотите можно поплопать хотите просто поприветствовать его спасибо спасибо мне лично было чрезвычайно интересно и я очень благодарен Владимира Петровича вам и вас ждем на следующих наших встреч спасибо 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 и